Русская община в штыки приняла очередное вмешательство Белого дома в частный бизнес. Дело в том, что вышел новый акт Обамы. Он не хочет так просто уйти. Пусть он уже уходит. Но он, как говорится, уходит с шумом. Но дай Бог придет Трамп и он все это переделает. Значит, приняли новый закон, который будет еще больше контролировать Волстрит. Вмешательство государства в частный сектор. А Брайтон, но тут многие играют на стаках. Тут половина подпольных миллионеров, официальных и подпольных. Некоторые маскируются, живут в этих домах, некоторые живут в Ашане открыто. Кто как. Но на стаках играют. Наши люди любят играть в Атлантик Сити, на стаках. Мальчик это отец мужчины. И как вы будете бороться с этим законом? Фройд сказал, что мальчик это отец мужчины. Поэтому многие мужчины любят, продолжают играть на уже более серьезные игры. Которые называются стаки. Игра на бирже. Вот, наверное, читали Теодан Дройзеров, финансисты там стоек. Моя первая такая любимая серьезная книга. Как чувак поднялся на стаках, потом он построил железную дорогу. В общем, стал то, что называется олигархом. Магл. Ну, как это относится к Брайтону? Поэтому Брайтон голосует за Трампа. Потому что мы, как говорится, все это уже прошли. Американские либералы, они хотят что-то новое. Вот новое это Обама. После этого вся Америка будет голосовать за Трампа. Потому что это как голосовали за Жириновского, только чтобы не этот, как его, этот коммунист, который там чуть не выиграл. Поэтому голосовали за Жириновского в знак протеста. Поэтому в знак протеста против Обамы будут голосовать за Трампа. А вообще многим русским он просто нравится. Он близок по духу. Он бизнесмен, говорит то, что думает, не играет ни в какую политическую корректность. Вот свобода слова, вот свобода слова он говорит то, что он думает. Молодец, мужик, мужик. Поэтому мы его на Брайтон не уважаем. И вот ответ на твой вопрос, как это относится к жителям Брайтона. У меня все. В отношении к Трампу, ну, Трамп это единственное, что есть у республиканцев. Со времен Рейгана республиканцы не представили ничего более достойного, чем был Рейган. Это первое. Второе, что у Трампа довольно скользкая биография. И он, в общем-то, дважды банкрот. Я жил в Панаме. И я знаю, как обстоит дело там, в Панаме, которую он построил якобы. На самом деле Трамп владеет пятью небоскребовыми в всем мире. Но, может, немножко больше. Его используют имя. Вот. Поэтому я думаю, что... Ну, это Жириновский. Окей, а твое мнение, твое мнение насчет Клинтона? Клинтон – это лицо страны. Это женщина, которая взяла себе за образец Маргариты Тэтчер, по ее утверждению. Которая начала свою политическую карьеру еще при своем муже, начала ее достойно. И она достойное лицо страны. А как ты, когда ты в Нью-Йорке, в Америке? В Нью-Йорке я полтора года приехал из Сан-Франциско. А туда я приехал из Латинской Америки. Я там прожил 15 лет. До этого я жил в Украине, в России. А сейчас, кого бы ты хотел бы президентом сегодня, на мнение? Из того, что предлагается, у Клинтона нет альтернативы. Ни среди республиканцев, ни среди демократов. Все остальные откровенно слабы. Сан-Франциско. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok